всем привет спасибо что вы зашли на мой канал сегодня буду показывать вам пустые баночки от фаберлик и не только наш отпуск подошел концу кто меня знает кто меня смотрите знают что мы у мамы сейчас уехали на лето на все вот и кто не знает я расскажу что мы живем в петербурге мы уехали на юг сейчас к маме и я покажу то что закончилось именно здесь за эти два с половиной месяца вот значит закончилась у нас такое моющее средство антижир из больших баночек для дома сейчас покажу вот так немножко я камеру подняла значит вот такое средство антижир закончилась моющая это как не аналог что-то похожее с нашим средством которое для духовок и плит но то средство она прям сильная там много кислот составе она разъедающие достаточно руки она разъедать как мне кажется и нагары и все что только можно я не знаю некоторые говорят что не справляется я не знаю почему не знаю как с некоторыми такими вот как знаете когда на газе у нас газ когда ты жаришь варишь и все такое прочее готовишь то внизу образовывается нагар наверно вот этот вот самый и иногда я его отмываю тем средством иногда нет поэтому тут уже не могу сказать но вот это средство она не отмоет мне кажется такой нагар я даже и не пробовала кстати им что-то прям сильное такое сильное вычищать а вот плита у нас и стеклянная плита у мамы здесь эмаль и вот она справляется с какими-то такими загрязнениями не слишком сильными поэтому она еще с пребиотиками вот поэтому я его люблю за то что она не разъедает руки можно руками работать в отличие от того средства там только с перчатками а здесь можно оно такое бережное хорошее средство прям значит 3700 артикул 30701 артикул его вот здесь прямо с пробиотиками вот я их путаю пребиотики пробиотики значит здесь вот при нанесении биокультуры при нанесении проникают микроскопические трещины царапины и углубления на поверхности способствует восстановлению полезного микробиома дома удаляет мельчайшие невидимые остатки жира и других органических веществ которые могут быть потенциальными аллергенами создает эффект длительной чистоты продолжают расщепление и устранение загрязнений даже после завершения процесса уборки ну и вот рекомендовано для чего для удаления жира засохших пищевых остатков и неприятных затхлых запахов с большинства моющихся поверхностей кухни столешниц фартуков столов полок кухонной мебели из пластика включая глянцевые покрытия винила плитки керамики фарфора стекла натурального и искусственного камня ну вот собственно преимущество ему можно посмотреть я все не буду читать но очень хорошее средство мне нравится я буду его покупать я уже заказала себе кстати тоже домой у меня там нет в запасе так вот это средство гель для профилактики устранения засоров тоже хорошее средство устраняет засоры но почему-то вот у мамы трубы узкие и вода все равно как-то плохо проходит наверное из-за того что трубы узкие уж не знаю почему вот этим гелем тоже делала но почему-то у мамы это не сильно работает вот у нас там в питере у нас там трубы квартира до квартирного то есть трубы там все шикарно прям виден эффект сразу же вот когда я его заливаю его заливаешь вот где-то одну четверть или даже одну треть на три раза на 4 можно растянуть но в принципе он рассчитан где-то на три раза вот это вот баночка тут пол-литра пол-литра здесь 650 так что вот на три раза и в питере заливаю у нас там и волосы скапливаются хоть как не убирай а хоть что-то проходит 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 и все равно где-то там собирается растворяет волосы у нас растворяет не знаю кто как делал кого что я знаю что проводили опыт и у меня растворяет но не на глазах но на ночь я наносила заливала и растворяла но вот у мамы как-то это не очень средство работает поэтому тут вот такой немножко двоякий у меня отзыв как было до того как и заливала так и после единственное что он у нее очень долго стоял этот гель может быть что-то случилось именно со сроком годности где-то полгода стоял у дуги если не даже не дольше просто мы его израсходовали вот так вот может быть дело вот в этом было вот такое средство для мытья посуды и детских принадлежностей с экстрактом календулы это еще дом faberlic серия у нас там были запасы видимо когда ты покупала и вот дошло дело этого средства хорошее средство много тоже говорить особо не буду сейчас есть другая серия тоже faberlic home тоже средства для мытья посуды детских принадлежностей у него нет такого бьющего в нос аромата яркого все ароматы вот этих средств для мытья посуды faberlic они в принципе приятные они нежные такие на любителя вот у кого-то как будто лайм нравится кому-то малина нравится кому-то клубника со сливками то есть каждый выбирает свое средство но у кого есть может быть аллергия или вот детские средства можно мыть и таким хотя они все ноль плюс у нас faberlic но если вот не нужен вообще запах то пожалуйста вот таким средством можно тоже мыть еще закончился у нас отбеливатель кислородный faberlic home значит это у нас именно для белых вещей классная штука отбеливатель особенно нужен у кого школьники все знают до белые рубашечки отбеливает он в нем замачивать хорошо он работает когда вода температура воды выше 60 градусов и лучше конечно же замачивать именно замачивать когда кладешь насыпаешь вот в отсек стиральной машины он как-то не так работает мне кажется он хуже работает а потому что там и 30 градусов и 40 сейчас большинство одежды все на низких температурах нужно стирать и получается что этот кислородный отбеливатель плохо работает хуже по крайней мере чем он мог бы работать поэтому лучше замачивать в горячей воде а потом уже стирать так дальше что это у нас так да губка двухсторонняя с антибактериальным эффектом не знаю как показать если есть фотография я вставлю у нас одна пришла в негодность и мы ее заменили 13 3 размер на 9 сантиметров в общем я много говорить не буду вставлю она очень очень долго служит я ее называю губка восьмерка артикул 9100 75 некоторые говорят что она плохо пенится мы используем ее для мытья посуды да она немножко хуже на ней средства для мытья посуды пенится но отмывает она шикарно не две стороны одна мягкая другая немножечко с таким скрабирующим эффектом и все хорошо моет поэтому мы используем мы используем а там уже кто как отзывы разные совершенно тоже немножко двоякая кому-то нравится кому-то нет мне нравится и маме моей нравится так салфетка для удаления пыли но это я просто ее вытащила эту вот оберточку кинула размер 30 на 30 артикул 90 104 32 ну то я когда у меня распаковки я все показываю так что наверное лучше смотреть распаковку если вы не знаете где можно спросить я отвечу 30 на 30 сантиметров ее размер и сделана она из микрофибры это плюшевая такая салфеточка тряпочка квадратная она очень хорошо собирает пыль мне нравится очень очень нравится буду пользоваться конечно у меня такая есть и дома и я купила здесь и мама будет пользоваться дальше закончился вот такой универсальный спрей пятна водитель конечно же лето дети у нас ягоды арбузы сейчас уже и все такое прочее без спрей пятна водителя никуда и жир даже жирные пятна то есть если сразу вот сейчас у нас у гуашь на подходе не знаю я кстати нанесла но не стирали еще не знаю отойдет или нет интересно мама потом спрошу значит это лучше работает со свежими пятнами этот спрей у меня еще один где-то на половине но я уже понятно его не покажу он закончится еще не скоро у мамы они как-то не так уходят как у нас но еще вот в такое бутылочку можно залить жидкий пятна водитель и будет даже может быть и лучше но разница наверное в том что вот этот универсальный спрей пятна водитель он более щадящий чем у нас есть вот в такой бутылочки тоже полулитровый есть значит жидкий кислородный тоже пятна водитель но он очень сильный он может ткани портить если прям при прямом нанесении не в барабан машины то есть не стирка с этим средством а именно на ткань тот может портить а вот этот вообще ничего не портит ни одну ткань еще мне не испортил а пятна все всегда выводил йод на глазах растворяет что там кровь ручку если сразу нанести то на глазах просто растворяет не знаю кто говорит что не работает и не понимаю у меня работает у кого-то не работает но не только у меня у многих он работает может быть от воды зависит может быть от того насколько это пятно уже старая стала может быть через неделю пятно жирная конечно въелась и она уже не будет работать я не знаю чего это зависит я сразу на нашу вот снял ребенок сразу нанесла и все он все нормально у меня отзыв только положительный средства для дома еще ну вот у меня еще вот такое средство для мытья посуды закончилась и было много в таких вот пробничков я не знаю насколько уместны все указки давайте покажу что они у меня все таки были их очень много я вылила их вот это когда закончилась сюда же вылила еще все таки было одно средство я не знаю не средство бутылка именно вот такая бутылка от них вот этот вот у нас с углем средства еще одна бутылка была может быть ее уже куда-то деле не знаю но она точно была она была пустая наверное мама она внешне собирает ничего вот я знаю что у нас три средства закончилась наверное да вот одну пустую такую я видела видимо все на меня ушла мимо моей коробочки пустыми баночками вот много таких вот пробников я все перелила получается нас три вот таких бутылки ушло потому что посуды много у мало посудомойки нет ну и собственно так ну давайте я буду показывать еще то что закончилось у меня волосы и гели для душа я так конечно сказала волосы в общем все что по уходу за волосами вот красок у нас достаточно много значит это 30 и 501 мои краски я их смешивала салонки у меня отзыв отнюдь не положительный нам она не понравилась ни маме ни мне эта краска вот эти две мои мокко и горячий шоколад наверное я смешивала и вот этот вот 631 что это не знаю не помню как называется значит мамина не маме не понравилось не мне во первых цвета не наши но мы подбирали примерно примерно мамы блондин в краске эксперт 70 мы примерно подбирали так по цвету потому что таких оттенков здесь нет мог достаточно тем теплый и вот этот шоколад тоже достаточно теплый а я люблю более пепельные оттенки и при смешивании это получилось как вот мокко у меня получился вот этот вообще куда-то делся 3.0 непонятно они должны были все-таки как-то смешаться и что-то середина какая-то должна была получиться но ничего никакой середины вот у меня такой 501 получился мокко светлые корни у меня темные получается ну как темные отросли и на моих темных волосах то есть там где было не окрашено оно вот такое цвета стало это все и то что было окрашено там понятно еще темный цвет от краски экспертам же краска въедается и там было темный был оттенок в общем это было что-то ужасное я смотрела на себя в зеркало и ужасалась и кстати седину закрасила сначала хорошо но быстро очень смылась краска она безземиачная в общем нам она не подошла мне не понравилось и маме тоже не понравился и цвет и не понравилось что быстро смылась краска да действительно щадящая но не для наших волос не для темных волос но хотя у мамы не темные волосы мама моей вообще в принципе светлые достаточно волосы ну и красится она тоже светлым да у нее 70 блондин и в общем это было что-то не то что-то не то что нужно но еще говорят что где-то здесь оставила вот здесь не понравилось то что вот такой вот бутылечек не понравилось вот само нанесение значит сюда краска состав там покажу бальзам идет бальзам и вот краску сюда выдавливаем здесь у нас оксид и краску туда и вот так вот нужно по идее наносить мы не наносили так мама сказала что я так не удобно красить не самой краситься не меня красить мы вот в эту мисочку у нас есть со щеточкой тоже от faberlic туда все это дело смешали вылили и жидкая краска была так что в общем даже сама консистенция краски не понравилось и тут 50 миллилитров в краске тоже мало поэтому но не наши просто не наши я знаю что он тоже есть девушки женщины которым это нравится краска тут уже надо выбирать по типу волос и по предпочтениям но у нас такой отзыв так дальше вот это наша краска вот 412 штуки я брала себе и 70 это мамина краска 7 блондин 70 значит это нравится краска она темнее получается здесь вот каштан пепельный здесь пепельный оттенок и он мне нравится и на волосах держится дольше недели три этот даже двух недель не продержался этот салонки эксперт держится хорошо раз в месяц где-то я крашусь этой краской но 1 месяц там же и да и седина видно и все ну вот три недели хватает этой краски на три недели потом надо краситься по-хорошему вот что еще могу сказать на подушке не остается не та не та вот это явный плюс но здесь с аммиаком краска и ароматище такое если вы краситесь дома в квартире то вырви глаз а на улице но еще ничего терпимо вот и эта краска 70 получается но здесь светлый вот чуть-чуть потемнее но тоже потом на смывается смывается и все равно светлее становится в общем это краска до этой краски зачет плюс от мамы и от меня так что мы будем краситься только этой краской мама говорит что раньше накрасилась там какой-то профессиональной но это выходит и дешевле и очень нравится что тоже не оставляет не то не оставляла следов на подушке не это но это просто бюджетнее дешевле выходит и эффект она сказала эффект тоже хороший смысла не видит она в том чтобы покупать дороже так шампуни шампуни давайте расскажу про шампуни значит это шампунь мой был значит мой любимый шампунь вот этот вот пока что не сравнивала с салонки а тут уже не могу сказать но вот этот на данный момент мой любимый шампунь там чуть-чуть осталось но я уже не буду его забирать это вот так вот уже все 200 процентов аромат у него такой немножко морской свежий и что-то цветочное есть очень интересный такой аромат нужно здесь очень дозатор удобный мне лично не хватает одного нажатия мне надо два нажатия или даже три но я делаю сначала два нажатия промываю волосы потом еще одним нажатием еще как бы домываю он светленький такой прозрачный гелевой текстуры хороший мне нравится классно промывает и после него такое ощущение какой-то мягкости волос в общем я буду этот шампунь покупать и хватает его очень надолго вот где-то я скажу что я кстати брала его из питера у меня было вот так половина и я за расходово получается вот здесь вот так вот за два с половиной месяца примерно так что классный классный шампунь но это опять же шампунь я не знаю как рекомендовать как давать отзыв потому что одному подходит другому не подходит тут уже нужно смотреть я шампуне вообще стараюсь не рекомендовать потому что такое дело которое надо пробовать и вот такой покажу шампунь но сноу таких сейчас нету поэтому много говорить не буду я просто покажу что он у нас был что мы им пользовались потому что некоторые говорят ой да вы показываете то что иногда да вот у меня прошлые пустые баночки у меня были запасы и я показала что я пользовалась средствами от faberlic было это не было но не то что было не было а есть она сейчас или нет да это может быть кому-то важно кому-то нужен вот сейчас отзыв на все новые средства но извините я покупала по акции у меня есть запас и я его вымываю шампунь классный и я очень рада что сейчас вот этим это мама мыло и я бы этим мыло если бы не вот этот шампунь очень тоже нравится у меня уже язык заплетается потому что мы все в сборах весь день я тоже устала вы меня если что извините пытаюсь как-то подобрать слова уже но мозги тоже уже устали и вообще все уже нам ехать но другого времени снять видео у меня просто не будет вот я показываю что мы пользовались этим и лучше бы если честно вернули вот эти серии чем те которые есть сейчас потому что вот эти серии ну вот за исключением этого вот эти серии которые были раньше они на мой взгляд были лучше я как-то серии эксперт он для меня обычный не вот этот а те которые еще серии эксперт обычные такие шампуни они как-то для меня ну не знаю не вызывают какого-то доверия не вызывают желания мыть ими волосы хотя они ну такие средние шампуни а вот этот вот это да вот этим бы я пользовалась и пользовалась и покупала и от него нету перхоти у меня не от одного шампуня фаберлик нет перхоти но этот придавал волосам какую-то еще плюс ухоженность вот даже не свежесть а ухоженность те просто промывают и просто моют а вот этот вот придавал какой-то лоск волосам кто уход был еще плюсом поэтому вот мне бы конечно желательно лучше бы вернули такие шампуни отзыв у меня замечательный на вот именно те шампуни которые были но вот этот еще закончился медовый шампунь я и мыла волосы они он был мамы поэтому в распаковке у меня его нету он где-то вот так вот был и мы его не мы а я уже его заканчивала и как шампунь мыла как шампунь они кстати тоже нравится он при питательный питает волосы волосы блестят после него но пушатся вот минус вот после этого не пушатся кстати и после этого не пушатся а после вот этого все равно крапивный это лое но они бюджетные обычные сульфатные поэтому тут составы не те которые были тут в других шампунях а вот обычный бюджетный хороший но вот этот медовый я выделяю потому что волосы прям блестели после него нет очень нравился этот эффект они какие-то плотнее они напитанные аж светятся вот здоровьем не знаю как этот эффект описать и блеск придавал и как гель для душа использовала мне нравился этот аромат хотя я аромат меда не очень люблю но здесь прям мне нравился этот аромат к медовый сладко медовый даже иногда приторный но и как гель для душа и вся вот я выходила из ванны из душа и вся такая вот медом но мне нравилось мне нравилось когда вы мою все свои запасы возможно да буду повторять а вот этот обязательно это просто мой фаворит фаворитище и еще салонки а вот мне тоже пока нет отзыва вот такая штука у нас закончилась еще крем-спрей для волос тоже шикарная вещь очень нравится и мне и моей дочке по аромату вот эта серия одинаковая и очень очень нравилось и аромат и дочке тоже нравится самый горит вкусный аромат и по действию волосы как по маслу так расчесывала и я после как уход наносила после того как я волосы мало после этих всех масок еще чего-то но мне такое ощущение что они после вот этого спрея волосы как-то быстрее грязнились воли если можно так сказать то есть я чаще мало голову но мне нравился этот эффект волосы лежали они такие послушные такие хорошие а если еще побольше нанести это именно крем он как крем но когда распыляешь он как спрей то есть обволакивает волос волос делается ухоженным если побольше нанести у меня прям локоны такие были красиво мне дочка сделать раз вылила вот столько на на последнее то она вылила мне на голову прям не вылила все это нанесла распылила ну я считаю вылила потому что это много я не говорю что она прям раскрыла вылила а ну как говорит да в льешь мыло то есть очень много и я потом оградите прическу делаю но прическа я скажу удалось это было так красиво и жаль мне не надо было никуда идти волосы волнистые такими локонами у меня сейчас короткий волос и очень красиво было вот прям очень красивая гостина что-то мне прям красоту сделала так еще вот детский шампунь у нас закончился это три плюс детский шампунь-бальзам клубничный как закончился там тоже на один-два раза осталось должна один наверное вот завтра помоют детям головы сыну три года дочки почти 7 им нравится но помою голову и мы все не стал обычный такой хороший шампунь детский плохого ничего не скажу в принципе можно брать волосики у дочки ухоженные хорошие с таким шампунем все хорошо моет она не жалуется ей нравится и аромат нравится и нравится и мыться мыть волосы и волосы чистые вот я ей помыла голову верно дня четыре назад и они у нее до сих пор свежий как будто только вышла из душа так что хороший шампунь такой вот красненький клубничкой пахнет очень натуральный хороший вкус вкус аромат так что в принципе можно рекомендовать я вообще серию 3 плюс и 0 плюс детскую фаберлик рекомендую смело тут вообще без каких-либо нареканий хороший шампунь и сыну нравится и дочке нравится тут ничего ничего плохого не могу сказать и вот этот бальзам ботаника так обычный такой бальзам ничего особенного не скажу обычный хороший уход тоже плохого тоже ничего не скажу аромат на нежнейший тончайший очень вкусный поэтому тоже там на один раз осталось мне как раз не мне дочки на завтра я уже мне мне но нет этого там чуть чуть не видно нет дочки на завтра я обязательно есть бальзамом мою голову потому что у нее тоже пушатся волосы вот этого бальзама не хватает хоть он детский шампунь бальзам но нам не хватает у нас волосы это семейные не мнение дочки не хватает бальзамов таких средствах которые два в Поэтому дополнительно еще бальзам. Ну, не знаю, вот тут объем, вроде как он для объема, придания объема. Но я такого ничего прям не заметила, чтобы он какой-то сильный объем придавал. Обычный хороший такой бальзам для волос. Ну, не знаю, что тут еще такого сказать. В принципе, наверное, я люблю все-таки что-то другое. Мне нравятся несмываемые вот эти мисты от Солонке. Вот такие средства я люблю. Ну, а бальзамы... Надо подумать, кстати, какой мне нравится больше всех. Сейчас не готова ответить, но ботаника, наверное, все-таки не самый. Ну, в принципе, хороший бальзам. Могу рекомендовать бюджетный. Так, и вот такая еще красный перец, разогревающая маска. Вот это, да, это моя любовь. У меня тоже на один раз осталось. Ну, завтра буду мыть голову. А, нет. А, этот не остался, оказывается. А, вот это вот. А, значит, два у меня закончилось. Все, два, значит, там стоят у меня... Все, я поняла. Две маски стояли. Я думала, что одна, она у нас еще новая. Оказывается, нет, это закончилось, а та заканчивается. Сейчас я принесу, покажу, какая она по текстуре. Ой, я аромат раскрыла вот этого перца. Он не сказать, чтобы приятный. Такой, но я ему все прощу, потому что волосы рассыпчатые после этой маски. Не ему, а перцу. Ну, да, маски этой все прощу. Волосы рассыпчатые, хорошие, нежные, мягкие. Я готова пользоваться только этой маской, но она все-таки сжет. Иногда хочется чего-то не такого ядреного. Она прям, вот я 15 минут не выдерживаю. Может быть, болевой порог у меня такой. Но, нет, 10 минут, и я смываю. Причем такой прохладной водой, чтобы охладить. Потому что если теплое, это будет вообще что-то, что-то с чем-то будет это. Вот, сейчас я посмотрю, что там со второй маской. Да, вот вторая маска. Ну, и здесь я просто покажу. Там на один раз мне осталось. На донышке, вон она такая. Она вообще практически не выливается, никуда не двигается. В общем, классная маска. Вот у меня, получается, завтра еще использую один раз. И вот две маски пойдут у меня. Ну, вот за два с половиной месяца две маски у меня ушло. Я мою голову раз в пять дней, где-то так. И вот еще одна у меня вещица для волос. Маска шапочка восстанавливающая для поврежденных волос в салонке. А вот тут она очень удачная, эта маска. Она как шапочка, ее надеваешь. Там вот как бальзам такой какой-то, как крем. Ну, здесь вот я налепила, вот налепляла вот эту вот штучку, как скотч такой. Значит, ее, ой, аромат. Я готова вдыхать его и вдыхать. Аромат приятный, такой какой-то парфюмерный, нежный. Даже не знаю, ну, вот как парфюм какой-то. У них вообще у салонки, а как парфюмерные все ароматы, красивые. И, значит, вот эту шапочку надеваем на голову, значит, здесь заклеиваем и держим там сколько? Сколько? Минут 15? Да, 15-20 минут. Вот покажу. Может быть, кому-то надо. И, значит, я держала. И после вот этой вот процедуры, значит, я вот бальзам уже заканчивается, для дочки оставила там. А себе вот эту шапочку сделала, как маска для волос. И волос очень ухоженный, лоснящийся. Прям вот именно лоск придает волосам вот эта шапочка. У меня еще одна, как раз на завтра. Но я ее уже не буду показывать. Вот пойдет еще, вторая будет у меня в пустых баночках, считай, на завтра. Вот это дочки, этот бальзам. А я вот эту маску, значит, сделаю. И вот эту сверху шапочку. И волос у меня будет приотлично себя чувствовать. Мне очень-очень сильно нравится. Так, у меня все разрастается, опять разрастается. Не знаю я. Но гели для душа покажу тогда. И все. На этом первую часть окончу. Я думала, что смогу одним видео снять, но нет. Я не снимала. Надо было, наверное, снять по каждому месяцу. Но я не успеваю. У меня как-то много видео. Так, давайте еще покажу. Вот еще малышу я сначала мыла вот это, как шампунь. Сыну и шампунь, и подмывашка, и как гель для душа использовала ему. И вот это тоже, как подмывашка, и гель для душа. Это у нас, это без какого-либо аромата 0+. А это 3+. Здесь аромат нежнейший. Персика. Прям такого еще не очень спелого, а какого-то вот спеющего. Нежный. У меня дети только им и мыли. И я тоже. Я так любила их мыть вот этим средством. Однозначно я буду его еще покупать. Я не знаю, как подмывашку. Я его не воспринимаю. Подмывашка все-таки детская. Мне кажется, должна быть без какого-либо аромата. Все-таки кожа нежная и все такое прочее. А аромат это уже краситель. Это уже добавка. Не знаю, мне это не очень по душе. Ой, ой, ой. Гель для душа. Вот. И вот это вот я очень любила прям мыть детей вот этим средством. Оно немножко такого персикового цвета. Дети у меня уже его все вымыли. И особенно сын, ему очень-очень нравится именно пользоваться. И дочке тоже. Она говорит, можно я вот этим буду? Я говорю, можно. Так, гель для душа. У меня тут не только фаберлик будет. И фроши, и еще что у нас сибирское здоровье. Так что покажу. Давайте и фроши. Сейчас его нет. Мимоза. Хлопок и мимоза. Тоже очень тонкий нежный аромат. Здесь мимоза очень такая нежная, красивая, прям красивая. Вообще у и фроши ароматы очень красивые практически все. Может быть только там на любителя. Вот я ваниль не очень люблю. Но я сейчас думаю, что возможно у них даже и ваниль красиво звучать будет. Ну, в общем, мимоза сейчас такого нет. Нежнейший аромат. Моется, пенится очень сильно. Еще надо постараться тоже смыть. Но с удовольствием бы купила. Но его сейчас нет. И здесь вот этот экоформат. Это ракитник и вереск. Тоже красивый аромат. Такой интересный. Сладковато-полевой. Сладковато-полевой такой, я бы сказала. Вот именно полевых цветочков. Даже не травок, а вот луга вот этого. Очень интересный, хороший. Его надо очень мало. Совсем чуть-чуть он концентрат. Поэтому рекомендую тоже. В принципе, кому нравится. Вот и фреши. Наверное, многие покупают. Да, вот классный. Прям классный аромат. Мне очень-очень сильно нравятся вообще ароматы от и фреши. И вот такой маленький формат. Можно даже куда-то с собой брать на море. Путешествие не только на море. Будет очень хорошо. Вот такие два закончились. Это серии весенние разных лет. Наверное. Я уже даже не помню. Они перевыпускались. Были куплены не то, чтобы очень давно, но вот этот раньше. Лилия. Интересный аромат лилии. Здесь прям передан очень хорошо, натуралистично. А этот жасмин. Вот я не помню. Да, он тут. 23-го года. В декабре 23-го года. Но, наверное, купила я его позже. Соответственно, наверное, весной. Вот. Наверное, в марте вот этот был куплен. Да, это новая серия. Поэтому вот эта новая, это предыдущая, скорее всего. Но лилия мне больше нравилась. Это жасмин я маме отдала. Он мне не очень понравился. Ну, такой цветочный, обычный аромат. Ну, как-то, не знаю, не зашел мне. Ну, мама вымала с удовольствием. Она говорит, мне вообще все равно. Поэтому я ей отдала. Вот такой мурмур. Это из парфюмированных тоже закончился. Там вот тоже чуть-чуть осталось. Но я уже не буду. Маме оставлю. Ну, понятно, уже не смогу показать в пустых баночках. Потому что его я больше точно не хочу покупать. Он у меня еще в Питере, по-моему, такой один есть. Не знаю. Может быть, я его подарю. Но мне сладости вот этой прям хватило. Ириска сладкая такая. Не сказать, что приторная. Здесь какая-то свежинка. Но не мое. Не моя, не моя это ириска. Не моя история. Поэтому я не хочу. И на любителя. На любителя. Кому-то, может быть, нравится. Вот кому нравится аромат мурмур сам, то было бы очень вообще здорово. Вот так вышел из душа и нанес аромат. И ты благоухаешь вот этой вот ириской. Ну, кому-то нравится. Почему бы нет? Мы все разные. Для каждого человека приемлемо то, что, понятное дело, ему нравится. Так что, так, все, наверное, то, что для душа. То, что для душа я закончила. Давайте покажу. Так, покажу именно гигиену еще. Вот такую для женской, в общем, гель для женской гигиены. Покажу. Это у нас сибирское здоровье. Мне он очень понравился. Здесь 150 миллилитров. Тоже там чуть-чуть осталось. Но я уже, вот чуточка осталось. Не буду брать, понятное дело, с собой. Он травами такой, у него аромат травами пахнет. Но после этого геля какая-то свежесть. Как-то вот чувствуешь себя свежей. То есть, есть такие средства. Какой-то помылся и помылся. А тут какое-то ощущение такой свежести, какой-то чистоты. Прям вот не знаю, как это объяснить. Вот скажете, да, показывает. Вот отзыв дает и не знает, как объяснить. Бывает такое, что вот средства. Средства и средства, но ты не можешь понять, что в этом средстве такого. Здесь много экстрактов. Написано только магнолия, аир и амарант. Но на самом деле здесь богатый, богатый, хороший состав. Я разбирала этот состав где-то в распаковке. 100% говорила об этом. Здесь может быть, ну вот здесь календул. Значит, вот активные компоненты. Трихолаза, экстракты мыльного ореха, магнолия, аира, амаранта, календулы и ромашки. Кислота молочная, комплекс экстрактов сибирских эндемиков. Экстракты из аганда и ли, или утера кока, красной щетки, мораль его корня, байкальского шлемника. То есть, здесь просто такой состав классный, очень хороший. Здесь так, мягкий очищающий гель оказывает выраженное увлажняющее и дезодорирующее действие. Предотвращает появление дискомфорта и возникновение неприятного запаха в интимной области. Активные вещества в сочетании с комплексом экстрактов сибирских эндемичных растений повышают естественную защиту кожи. Ну, в общем, вот такое средство мне очень сильно понравилось. Мой отзыв такой, что попробуйте. Если кто-то захочет купить, попробовать, то вот, пожалуйста, пишите мне, я расскажу, как это сделать. И я вам скажу, что средства от Фаберлик, они не такие. И вот по сравнению с этим средством я лучше куплю вот это. Есть то, что я куплю 100% Фаберлик и не куплю там, вот в Сибирском здоровье, например. Я же сравниваю, я же пользуюсь. И вот это средство мне намного больше понравилось. Да, оно и стоит больше, но оно лично мне зашло на 5 с плюсом. Вот, а те средства, которые Фаберлик, мне как-то не очень. Хотя я знаю, что пользуются. Там есть вот эта серия с красным крестиком. Ну, говорят, с красным крестиком, на самом деле на красном фоне просто крестик серебристый. Нравится. Многим нравится, мне не нравится. Мне сушит прям кожу. Понятно, да? Интимная гигиена мне сушит кожу. А вот здесь не сушит именно вот увлажняющее средство. Классное. В общем, я говорю долго, возможно. Но хочу, чтобы вы меня поняли. Так, все. Я закончу на этом. Давайте вот этот обзор, вот эту первую часть. И начну снимать вторую. Я сегодня должна все снять. Вторую или даже там бадов очень много. Наверное, бады пойдут на третью часть. Так что готовьтесь. Спасибо вам всем большое за внимание. На этом я с вами пока прощаюсь. До скорой встречи. Опять в пустых баночках.